Для школьников и их родителей сотрудники ДК «Молодежь» организовали беседу о вреде наркотиков и развлекательную программу. В зале присутствовали представители-специалисты тех ведомств, которые занимаются проблемами наркомании. Врач-нарколог детско-городской больницы Любовь Коротченко рассказала ребятам о последствиях наркотической и алкогольной зависимости. Ответила на все интересующие аудитории вопросы. Употребление наркотических вещей ведет только к смерти. Заболевание это неизлечимо. И тот, кто этим болит заболеванием, всю жизнь принимает лекарственные препараты. Чтобы не попасть в дурную компанию, не податься ее влиянию, детям необходимо знать и выполнять закон номер 1539 о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Свои знания о основных позициях закона ребята продемонстрировали ведущей. Сотрудник федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по городу Анапа Виктория Черниговцева рассказала подросткам, какие меры ответственности предусмотрены за употребление и сбыт наркотических веществ. Данная статья уголовного кодекса наказывает преступника, сбытчика наркотических средств в среднем от 10 до 20 лет, обычно колонии строгого режима. Плюс штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Поэтому категории тяжкие, особо тяжкие. Я повторяю, даже за убийство порой не дают столько, сколько дают за сбыт наркотических средств. Программу построили в доступной для подростка форме, где каждый мог свободно обсудить существующие в обществе проблемы наркомании, алкоголе, табакокурения. Профилактические антинаркотические мероприятия для анапских ребят проводят постоянно, чтобы уже с юных лет они знали о вреде наркотиков и понимали, что будущего наркоманов нет. Это нельзя, а то будешь болеть очень серьезно. То, что даже если ты один раз попробуешь, ну, у тебя не получится бросить это. Принимать наркотические вещества – это плохо, это наказуемо. Ну, вредить своему здоровью также. То, что курить, пить вообще нельзя. Я негативно к нему, к наркотикам отношусь, что ни разу не пробовал, не буду. Сам спортом занимаюсь. После обсуждения главной темы для приглашенных на мероприятие выступили детские творческие коллективы Анапы – ансамбль «Акварель», «Даймонд», «Ангел», «Эксклюзив». В заключении программы был показан видеофильм «Туты Ларса» на вреде наркотиков. «Акварель» на вреде наркотиков.